Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассматривать послание к евреям. Третья глава. Итак, братья и святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа, который верен поставившему ему, как и Моисей, во всем доме его. Если помните, послание начинается со сравнения Иисуса Христа с ангелами. И мы говорили о необычности этого сравнения и о том, что оно необходимо, поскольку является некой визитной карточкой, некой презентацией того, кем же является Иисус Христос. И дальше здесь, в третьей главе, начинается новое сравнение, сравнение или сопоставление, которое встречается и на других страницах Нового Завета, но здесь, может быть, оно в наиболее яркой и явной степени присутствует, а именно сравнение Иисуса Христа с Моисеем. Зачем оно нужно? Для чего необходимо? Дело в том, что таких сравнений в послании всего три. Первое уже указанное, сравнение с ангелами. И дальше сравнение с Моисеем, и напоследок будет сравнение с ветхозаветским священством. И дело в том, что вот если обратиться к второй главе, то там говорится, об этом была речь, что ангелы, а не Бог, дает закон Моисею. Дальше сам Моисей получает закон и объявляет его народу, о чем речь будет впоследствии. И, наконец, кто такие священники? А священники – это те, кто этот закон реализует на практике, те, кто являются олицетворениями живой связи между человеком и Богом, обставленной многочисленными ритуалами. И поэтому, говоря о превосходстве Иисуса Христа над ангелами, над Моисеем и над священниками, священописатель тем самым, как вы уже понимаете, хочет показать превосходство Иисуса Христа над законом. Он делает это, может быть, столь необычным образом, но цель этого сравнения именно такова. И для того, чтобы понять, как это происходит, мы должны еще раз вспомнить о том, что ключевую роль в послании являются различные ветхозаветные тексты. Именно от них, от аргумента, как от доказательства, как от свидетельства автор послания, выстраивает свою аргументацию. И что же мы видим? Здесь он говорит, «Моисей верен во всем доме его, ибо он достоин больше славы перед Моисеем, речи об Иисусе Христе, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто его устроил, ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроящий все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что он длежал возвестить». Человек, который не знаком или недостаточно хорошо знаком с ветхим заветом, конечно, эта аргументация ставит в тупик, потому что совсем непонятно, о чем в данном случае идет речь. И я вынужден для того, чтобы внести ясность, привести довольно долгую, довольно большую цитату, но без нее обойтись просто-напросто невозможно. Это книга чисел. 12 глава 1-8 стихи. «И упрекали Мариам и Арон Моисея за жену Эфиопленку, которую он взял, сказали, одному ли Моисею говорит Господь, не говорит ли он и нам? И сказал Господь внезапно Моисею, Арону и Мариам, выйдите вы троих с киньей собрания. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа в скинье и позвал Арону и Мариам, и вышли они оба, и сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас порог Господень, то открываюсь ему видение, во сне говорю с ним, не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем. Устами к устами говорю я с ним и явно о невгадании. И образ Господа он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея. Итак, наивысшая похвала, которой был удостоен Моисея перед другими пророками, это то, что он верен во всем доме моем. да, это та самая наибольшая награда, та наивысшая оценка, которую Моисей получил от Бога. И поэтому сравнение, которое проводит священописатель, это сопоставление этой наивысшей оценки с положением Иисуса Христа. И вот здесь слово «дом» имеет ключевое значение. Именно вокруг него строится аргументация о послании. «Дом» должен иметь строителя. Кто-то его должен создать. Создателем всего является Бог. И так как Сын Божий является творцом этого мира, о чем говорилось в первой главе, то здесь еще раз об этом напоминается, и тем самым Сын Божий, как творец мироздания, он занимает более высокое положение, чем Моисей, который оказывается лишь служителем в доме. То есть, по сути своей, мы с вами здесь встречаем ту же аргументацию, что и в начале, в том сравнении с ангелами, о которой у нас уже была речь, потому что точно так же говорится, что ангелы служебные духи, а Сын Божий является творцом мироздания, строитель, он занимает более высшее по отношению к ним положение. И для чего производится это сравнение? Не только лишь для того, чтобы показать, что Иисус Христос выше Моисея как законодателя. Дело в том, что в послании к евреям одной из ключевых и важнейших тем является тема исхода, выхода из Египта. Она не является не просто ключевой, она является определяющей. Поэтому, например, могу привести такую деталь. Несмотря на обилие культовой тематики, в этом послании ни разу не встречается слово «храм». Автор послания говорит только о скинии, то есть о переносном храме. И даже когда он ведет речь об Иерусалимском храме, который продолжает стоять на момент написания послания, все равно он называет его скинии. То есть тема исхода, она определяет очень много. Почему? Потому что исход, он всегда, и на страницах Ветхого Завета, был ключевым образом будущего искупления. И это отражено и на страницах Нового Завета. Например, вспомним, евангелист Лука, рассказывая о преображении, говорит о том, что Моисей говорит со Спасителем об исходе его в Иерусалим. То есть вот исход. Исход – это символ спасения. Символ освобождения. Это символ искупления. И тема исхода, нового исхода, исхода уже не в землю обетованную, а в горни Иерусалим, она неоднократно встречается на страницах послания, и, собственно, этим и заканчивается. Это тот последний аккорд, который поставит в заключении послания священописателей. Но сейчас он только начинает эту тему, он только к ней начинает обращаться, вспоминая те события, которые произошли в пустыне, которые, конечно, всем хорошо известны. Но это не просто обращение к истории, это не просто воспоминание о том, что было. Это экскурс в истории имеет назидательный характер. Вспомним о том, что причина написания послания довольно сложная ситуация, когда люди, по-видимому, бывшие священники, которые уже довольно долгое время провели в церковь, решили ее покинуть. И это довольно подготовленная аудитория. Это аудитория, которую нельзя просто так, одним словом остановить, сказать, остановитесь. И вот это богатство мысли, этот полет богословия, он призван как раз сделать это непростое дело. Но, говоря об исходе, вспоминая о Моисея, конечно же, это не только пример искупления, это еще, конечно, тот назидательный пример, когда поколение, которое должно было быть свободным, эту свободу не обрело, потому что за непослушание Богу, за неверие Ему, оно погибло в пустыне. И в послании приводятся слова, почему и говорит Дух Святой. Услышьте, когда голос Его, не ожесточите, послал 94-го псалма, не ожесточите сердец ваших во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет. Посему я вознегодовал на онный рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали ни пути моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. И этот пример исторический, который, конечно, был всем известен, он продолжается. То есть не случайно я говорил, что послание, оно во многом напоминает нам проповедь, что мы слышим в проповеди. Читается текст из Священного Писания, и из этого чтения извлекаются некоторые нравственные уроки. То же самое мы видим и в послании. Текст псалма, а дальше обращение к читателям. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго. Но оставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы и кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда вы слышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он сорок лет, и на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, кто не войдут в покой его, как ни против непокорных? И так видим, что они не могли выйти за неверие. Вот, пожалуйста, то нравственное назидание, тот призыв к своей аудитории, который делает священный писатель. И он напоминает о том, что те дары, которые получили его адресаты, они ничуть не меньше, чем то, что имели те, кто вышли когда-то из Египта. Мы сделились причастниками Христу, говорит он. И предупреждает, что будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Итак, здесь ключевое значение имеет слово «покой». И, конечно, благодаря странствиям, благодаря скитаниям, благодаря кочевому образу жизни, то поколение, которое должно было войти в землю обетованную, воспринимало ее как место упокоения, где, наконец-то, они оставят позади все трудности кочевнической жизни и смогут, наконец-то, поселиться на земле. И это понимание покоя, как часто у нас бывает, например, мы устаем от каких-то трудностей, от того, что в жизни присутствует бесконечная суета, все время приходится мотаться, и, наконец, вот этот покой, это ожидание покоя, оно очень часто присутствует в нашей жизни. Оно тоже является одним из стержней, одним из направлений нашего существования. И, собственно говоря, конечно, и люди, которые вышли из Египта, они тоже ждали этого покоя. Конечно, в более глобальном, может быть, в более существенном, не в частном, как нескольких лиц, а для всего народа понимании. Но вот к этому покою они стремились, но этот покой они не смогли обрести из-за неверия. И тем самым здесь остается еще одна ключевая, важнейшая тема этого послания, это тема веры. Веры, как доверию Богу, при том доверия во всем и до конца. Итак, миссия Моисея, она оказалась невыполненной. Он не мог довести это дело до конца. Более того, в послании будет сказано о том, что, собственно говоря, эта миссия так и не была осуществлена до конца, ее доведет лишь Христос. Но об этом уже следующая глава. Субтитры создавал DimaTorzok